МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей, здравствуйте. Александр Федорович, я так раньше времени про вас. Игорь Алексеевич Жмакин, заведующий кафедрой мобилизационной подготовки Тверского государственного медицинского университета. Игорь Александрович, здравствуйте. Таир Абдулбаревич Сайфуддинов, председатель централизованной религиозной организации духовного управления мусульман. Тверской области Таир Хазрят, здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Федорович Иванников, проректор по воспитательной и социальной работе Тверского государственного технического университета. Александр, добрый день. Уважаемые друзья, осенью 2021 года в медицинском университете прошла по-своему уникальная конференция, которая объединила как профессорско-преподавательский состав различных вузов, средних учебных заведений Тверской области, так и сотрудников правоохранительных структур, представителей религиозной конфессии. И чем уникальна была такая конференция? Она проводилась впервые. И обсуждался на этой конференции, наверное, один из главных вопросов сейчас, как уберечь нашу молодежь, молодежь Верхневожья, от воздействия вредных, скажем так, преступных идей экстремизма и терроризма. Насколько это сейчас актуально, о чем говорили, и как вообще зародилась идея такой конференции? С кого начнем? Игорь Алексеевич, с вас, наверное. Ну, уважаемые коллеги, мы пришли к идее проведения этой конференции, наблюдая события последних лет. И мы все больше и больше убеждаемся в том, что без консолидированных усилий всей общественности, всех организаций, которые занимаются в той или иной степени каким-то конкретным направлением противодействия идеологии экстремизма и терроризма, мы успеха не достигнем. Требуется обмен опытом, требуется взаимная помощь, поддержка. И поэтому естественным этапом нашей работы в этом направлении стало проведение этой конференции. Вот я с вами соглашусь, потому что во многих программах своих патрульной службы мы уже показываем последствия. Как, допустим, правоохранительные структуры задерживают кого-то, мы говорим, вот какой плохой, вот он увлекся вот этими идеями экстремизма. И вот недавно был приговор, 19-летний парень, да, совершил сначала убийство, потому что в нем жили вот эти вот идеи, вот он где-то заразу эту подцепил, да, экстремизма. Убил случайного человека, чтобы показать, какой он крутой, какой он сверхчеловек, а потом готовил террористический акт на День Победы. Хорошо, чекиста задержали, и все, человек несет заслуженное наказание, потом 19 лет ребенку, ребенок практически, но еще молодой человек совсем не начал жить, да. И каждый по-своему правильно занимается, а объединения такого вот, чтобы на уровне вузов, такого ведь не было, да, Александр? Ну, фрагментарно, фрагментарно. Мы взаимодействуем, мы взаимодействуем по разным мероприятиям, но системной какой-то системной вузовской программы у нас до сих пор между вузами нашего региона нет. Я думаю, что в рамках уже, как послесловия конференции, будет какая-то совместная дорожная карта по совместным мероприятиям и в рамках работы нашей площадки, и в рамках работы площадки Совета ректора вузов Тверской области. Я думаю, что в следующем году точно дорожная карта нами будет совместно с коллегами из Тверского медицинского университета разработана и уже начата к реализации в полномасштабном объеме. Тайр Хазрят, Вы выступали на этой конференции. Насколько это актуально для Вас? Потому что я знаю, что и медицинский институт, и технический университет по старинке называла. Это же тоже многонациональные вузы, где учатся представители в том числе всевозможных религиозных конфессий. Да, конечно. Мы, духовенство, рассматриваем воспитание человека поэтапное. И сегодня мы собрались с представителями одного из этапов воспитания молодежи – это вузы. Это не менее важный этап, чем семья, чем школа. Каждый на своем уровне должен отрабатывать. Отрабатывать вот эту вот дорожную карту, выработанную тем, что, конечно, каждое государство, каждая идеология, она отрабатывает свою дорожную карту, да? Так скажем. Мы, духовенство, смотрим на то, что если мы говорим о человеке как о творении, независимо от идеологии, независимо от строения государства, он должен быть человеком везде. В любом месте, в любом строе он должен быть человеком. И вот задача государства, государство имеется в виду всех, кто в этом государстве находится, воспитать такого человека, члена этого общества, который будет соответствовать, сейчас я говорю с точки зрения богословия, будет соответствовать своему природному состоянию. А природное состояние человека какое? Тот, который несет добро, справедливость, любовь, взаимопомощь. И для того, чтобы мы отработали какую-то программу, нам надо посмотреть причину. Откуда это все? Вот это зло. Нам надо отработать причину. Изначально посмотрим. Мы, богословы, говорим о том, что жизнь человеку дана, и в каждом человеке заложено добро и зло. И любить, и ненавидеть, и быть скупым, и быть добрым, и так далее. И вот это испытание нас в этом мире, человека, это развивать то, что благое, а то, что зло несет, вот это гасить в себе, в каждом из нас. И самая главная вещь. Все, что ведет к добру, к справедливости, над этим надо работать. Надо прилагать усилия. А все то, что приводит к злу, это так. Ничего не делая, оно пойдет. Оно все равно придет. Да? Это вот как мы говорим, что даже человек, если сидя у себя дома, кажется, как многие родители, уже не устаю об этом говорить, ничего с моим ребенком не приключится, он хороший, он дома просто сидит в компьютере. А что он черпает из этого? Вот этот корень, да. Это же, это тоже придет, как вы сказали, зло-то приходит. И правильно нужно работать, и как вот воспитывать, да, вот, Александр, правильно? Это комплексный вопрос. Комплексный, да. Очень комплексный вопрос. То есть мы сейчас говорим о семье, и о школе, и о вузе, обо всех этапах, да, становления личности, гражданина, человека, который, ну, скажем так, вкладывает добро и созидание в общество, это самое главное, и это вообще самая главная, наверное, цель, и система образования в том числе, и система общественных организаций в том числе, и система религиозных организаций. То есть поэтому комплексная проблема. И если мы говорим о компьютерах, опять же, мы должны понимать, что разные бывают активности и в IT-сфере. То есть одно дело сидеть и играть в шутеры, а потом пойти и реализовать это в жизни, а другое дело писать какие-то интересные программы, которые служат добрую и развитию нашего цифрового общества. Или на самом деле черпать оттуда информацию для того, чтобы написать диссертацию или научную работу. Да, всё верно. Всё верно. И тут очень важно, чтобы и семья была включена, и образовательная организация была включена, и помогали ребятам найти себя. Помогали реализовать свои добрые, свою добрую часть, скажем так, своего жития, своей жизни. Правильно, вот как сказала Таир Хазрят, что мы сегодня собрались исключительно этапом вуза, да? Но ведь существует, значит, этап, наверное, детского сада. И мне сразу вспоминается Маяковский, кружка сын к отцу пришёл и спросила, что такое хорошо и что такое плохо. Чему должны учить, наверное, с пелёнок наших детей? Абсолютно верно. Чтобы уже потом... И это всё на самом деле двигается по нарастающей. А если не научили, то... И ещё добавить к этому. То, что необходимо человеку в жизни для того, чтобы он был благовоспитанным человеком, это надо заставлять делать. Понимаете? К этому надо привычать. Как, например, самый такой элементарный пример – это учёба в школе. В первый класс ребёнок пошёл, сначала у него розовые облака, школа, ура, дети. А когда уже начинаются домашние задания, ему не хочется, лень, мы уже где-то его заставляем. Мы его заставляем. И говорим, учись, человеком будешь. Мы его заставляем. Вот точно так же, что среди студентов, что среди, может быть, даже спортивных секций, может быть, где-то, где бы человек ни находился, из молодёжи. Поэтому нужно, я считаю так, со стороны государства необходимо ввести какие-то обязательные уроки, обязательные занятия, как, например, спортивные секции. Молодёжь приходит в спортивные секции, а давайте мы со стороны государства собирать будем, может быть, раз в квартал будем собирать руководителей этих секций и вот эту программу, политику будем давать. Потому что там тоже есть не мононациональные составы вот этих секций. Так вот, там руководители следят, родителям, может быть, это на производстве, может быть, ещё где-то. Опять, в обязательное включить, что такое хорошо и что такое плохо. Мы с вами поколение, полтора поколения уже потеряли без воспитания. Уважаемые друзья, я вынуждена нас прервать, нашу интересную беседу. Переключимся на несколько минут на рекламу, а потом вновь вернемся в эту студию. Хорошо. Ещё раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. Сегодня говорим о том, как противодействовать экстремизму и терроризму в молодёжной среде. Очень представительная сегодня у нас компания за нашим круглым столом. И так говорили о том, чем же можно, как называется, отвлечь молодёжь и существует ли программа воспитания. Вот буквально, пока мы были на перерыве, я узнала с интересом для себя, что, оказывается, теперь в вузах существует обязательная программа воспитания. Да, да, всё верно. А вот у нас, Таир Хазрят, вы говорили, что сколько? Полтора-два поколения мы потеряли, потому что вообще воспитания у нас не было, да? Как идёт, так и идёт. Мы сейчас говорим о молодёжи, воспитываем о молодёжи. А родители? А родители-то уже это проехали, что называется, да? Потому что раньше всё возлагали на семью. Вот как семья воспитала, может быть, так пойдёт дальше сама по себе. Теперь нет, наконец-то. Да, теперь есть изменения в федеральном законе образования, который касается воспитания. И вузы, все университеты. Я знаю, что этот процесс происходит сейчас и в колледжах, и в школах. Вузах внедряется, ну, с 1 сентября 2021 года внедрена в вузах программа воспитания. Ну, она называется официальным языком рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. Но в этой программе как раз и заложены те основы, на которые мы опираемся для того, чтобы воспитывать, работать с нашей молодёжью. Это направление деятельности, куда мы их можем вовлекать. Это та материально-техническая база, с которой мы работаем. Это тот кадровый состав, который вовлечён в процесс воспитания. И, конечно же, мероприятия, которые проходят не только в рамках студенческих вёсер, всех знакомых нам брендов. Но студенческая весна, её тоже ведь можно к воспитательному процессу давить? Это же культура. Это всё в культурно-творческой направлении. А может быть, это и труд приобщения к турнику. Субботники. Как помните, мы выходили в субботники. И ничего плохого в этом не было. Ездили в колхозы и работали. И ничего тоже в этом дурного, например, я не вижу. Да? Или занятия спортом. Там тоже секции. Это тоже... Формы разные, да. Формы разные, да. Формы разные, абсолютно. Огромное количество направлений. Я был командиром с трой отряда. Мы брали обязательно трудных подростков. У нас тоже такое было. Да, такое было. Да, мы за всё лето обеспечиваем у них нормальное формирование мировоззрения. Потому что, конечно, нужно такую форму использовать. Ну, вот это вот с трой отряда, я тоже, я была, по-моему, пять или шесть раз командиром с трой отряда. Меня даже из медицинского института мне давали в нагрузку иностранных студентов. Мы приобщали их к труду, которые первый раз видели, как бетономешалка крутится, и вообще непонятно. Это было совершенно замечательно. Время пропровождения. И линейки, и концерты, и спортивные матчи. Чего там только не было. Называется, да? Ну, вот совсем буквально два дня назад вернулся с финала Лиги вожатых Российской Федерации. Заряженные ребята. Есть они. Такие ребята есть. Ну, а понятно, что к ним, наверное, не коснется та беда, о которой мы сегодня говорим. И наша задача, помимо активных ребят, охватить еще и огромный пласт тех, кто не охватен. Да, да, да. Очень важно учитывать специфику того или иного учебного заведения и конкретного набора студентов на каждый год. Хочу сказать, что в медицинском университете обучается молодежь из 44 государств мира. Из всех регионов Российской Федерации. Из множества республик, краев и областей. И особенно то, что у нас еще обучаются студенты из зарубежных стран. Это и Средняя Азия, и Дальний Восток, и Шри-Ланка, и Израиль, и самые разнообразные другие государства. Африканские страны. И когда создается вот этот коллектив, очень важно, чтобы между молодежью было взаимопонимание, чтобы не было каких-либо трений между отдельными социальными, религиозными группами. Ведь это же разные культуры абсолютно. Да, да. Человек рос в разной культуре. Но общегуманитарные ценности, они одинаковые. Говоря о многонациональности, многоконфессиональности в студенческой среде, необходимо сказать то, что вот хорошо, давайте три небесные религии возьмем, да, иудаизм, христианство, ислам. Да, в вопросах идеологии мы разнимся, но у нас есть общая база, это нравственное воспитание человека. Мы можем на богословском уровне между богословами обсуждать вопросы, кто Бог, кто не Бог и так далее, но то, что касается нравственности, то, что касается бытового, это все одинаково, религия была одна дана Всевышним. Так вот, здесь, как раз по программе воспитания студентов, привлечение, значит, духовенства необходимо вот на этом уровне. И иудеи, и христиане, и мусульмане приходят и занимаются нравственным воспитанием, значит, студентов. Оно везде одинаковое. И в Африке мусульмане, и здесь мусульмане, и в Средней Азии мусульмане, не убей, не укради, у всех одинаково. Уважение к старшим, послушание к старшим и так далее, отношение к преподавателям, отношение в общем к людям, это все одинаково. Вот мы, духовенства, в этом плане мы вот здесь можем внести вот эту свою лепту в том, чтобы объединить их на том, что одинаково. Всевышний сказал в священном Коране, обращаясь к мусульманам, говорите с людьми Писания, люди Писания, иудеи, христиане, о том, что у вас общее. То есть Всевышний не призывает нас к тому, чтобы мы спорили, а разговор ведите, диалог ведите в том, что вас объединяет то, что у вас общее. В данном случае, вот эти вот нравственные аспекты, они все одинаково. Да, да, да. Кстати, Сергей, вот вы непосредственно представляете такую структуру, которая занимается, что называется, последствиями, да, вот этого всего. Вы тоже выступали на этой конференции. На что вы призвали обратить внимание? И вот назвали всевозможные национальности. Часто некоторые из этих стран, мы упоминаем, есть вообще зоны страны риска, которые более подвержены вот этой вот, назовем ее, заразой? Ну, во-первых, хочется, конечно, обратиться к прошедшей конференции, да, дать некоторую оценку, потому что очень высоко оценивают и правоохранительные структуры проведения такого рода мероприятия. Интересно то, что это действительно внутри родилось, это была инициатива учреждения, да, и они создали, действительно комплексно подошли к решению этого вопроса, причем нас очень интересуют вопросы профилактики, и вот эта конференция отвечала очень конкретным задачам вопросов профилактики. То есть там были не только обсуждены такие актуальные вопросы борьбы с этим явлением, но и проведены научные исследования предварительно, проведены широкие социальные исследования, социологические исследования, подведена научная база под методические рекомендации, были изданы эти рекомендации, эти рекомендации были розданы представителям вузов, средних учебных заведениях. Мало того, на этой базе они создали практические рекомендации по обеспечению комплекса действий, комплекса мер при формировании каких-то вот таких экстренных ситуаций. То есть как действовать должен каждый, начиная от преподавателя, заканчивая студентом, в том числе и проведено было слаживание правоохранительных органов вместе с учебным заведением. То есть они провели учения, да, то есть когда, как, кто должен, куда подъехать, куда бежать, как должен действовать преподаватель на своем рабочем месте. То есть я считаю, что это крайне важная, нужная и очень профессионально выполненная работа была. Причем, как мы понимаем, что это была первая работа, которая была... Первый раз такая конференция, такого масштаба. Да, 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 и с нуля подготовили очень грамотный, мудрый и практически значимый материал. Поэтому я думаю, что благодаря ему, и вот этот материал востребован был на конференции, я думаю, что он должен быть распространен максимально широко во всех учебных заведениях, в средних, высших учебных заведениях. Это должно быть в каждом ректорате быть для того, чтобы практической деятельности. Мне еще привлекло внимание, что там были представители министерств наших, которые, в том числе, министерства образования и общественной организации. Вот, кстати, Сергей сказал относительно того, что были научные рекомендации. Главное, мне кажется, что, чтобы не сойти на то, что вот так вот научным языком вот что-то вот такое вот было написано, через что до детей-то, до молодежи не достучаться. Они же уже на своем уровне. Они уже общаются. Мы им будем говорить какими-то книжными такими вот предложениями, а они слушать не будут. Они в своей жизни живут. Скажу зарубежное слово, которое сейчас приобретает новые оттенки, геймификация. То есть, на самом деле, любую информацию, которую мы серьезным языком можем прочитать в любой научно-методической литературе, в методических рекомендациях, можно геймифицировать, игрозовать. Превратить в игру. В игру. И не только для детей дошкольного возраста, о детском саду, о детском саде, мы сегодня тоже говорили, но и для студентов, их языком доходчиво объяснить базовые основы, чтобы не попасть в плохую компанию или в случае, если что-то произошло, не дай бог, конечно, правильно себя повести. Это все можно сделать. Я на самом деле сейчас даже родителям, тем, кто нас слушает, смотрит в эфире, посоветовал бы прогуглить, как сейчас модно, да, говорят, прогуглить методичку цифровая гигиена, она называется, просто набираете в поисковике цифровая гигиена PDF. И в открытом доступе она находится. Это информация простым языком, написанная для учителей, для кураторов, для преподавателей, для руководителей различных коллективов детских или молодежных. Маркеры. Маркеры по словам, по одежде, по цветовой гамме в соцсетях, по картинкам, которые молодой человек может выкладывать или общаться в чате. Принадлежит ли он? Есть ли опасность его принадлежности к какой-либо... А, даже вот так. ...какой-либо, да, плохой компании или нет? Надо же. Уважаемые друзья, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Говорите вы в эфире. Здравствуйте, дорогие друзья. Во-первых, очень важную тему вы затронули. Я абсолютно солидарен с тем, что нужно больше внимания уделять молодежи, их неокрепшему сознанию, в которой легко вторгается враждебная идеология, которая разрушает их сознание и делает большие проблемы вокруг. Просто наша общественная организация очень много лет занимается этой темой. И вот то, о чем вы говорите, хотелось бы, чтобы этот опыт обобщался. Потому что, начиная еще со времен, помните, скандально известные истории Варвары Карауловой, вот Российский фонд мира издавал методические, которые противодействовали бы такой вот среде вербовщиков, вооружали молодежь. Далее мы распространяли очень хорошие методические указания, разработанные совместно с Советом Муфти и стран СНГ, куда были привлечены специалисты самого высочайшего уровня. И такая литература практически содержится в большинстве тверских вузов, в общественной, в молодежной палате города и области. Но это уже много лет мы этим занимаемся вопросом. Что вот здесь в этой связи хотелось бы сказать? Направление деятельности важное и чрезвычайно даже важное. Единственное, что, наверное, каждый раз проходить заново один и тот же путь нецелесообразно. И, скорее всего, нужно объединять усилия и использовать ранее наработанный опыт для того, чтобы двигаться дальше, а не каждый раз проходить этот путь заново. Поэтому я думаю, что было бы правильней вот здесь, наверное, все-таки так широко работать в направлении объединения усилий и консолидации возможностей. Вот что хотелось бы сказать. К сожалению, вот я не принимал участие в том мероприятии, которое вы упоминали. Хотя у нашей организации очень богатый опыт деятельности в этом направлении. И мы всегда открыты для сотрудничества. Ага, Сергей Николаевич, спасибо большое. Сергей Николаевич Рогозин узнал его. Я не успела сказать. Да, фонд мира возглавляет. Я думаю, что он будет участником вполне полноправным. Я хочу рассказать, что вот в Тверском медицинском университете, как мы шли к этой конференции. Во-первых, у нас создано очень хорошее инфраструктурное обеспечение воспитательной работы. Хочу сказать, что без поддержки ректора нашего университета Леси Васильевны Чеченовской, без поддержки управления воспитательной работы, проректора по учебно-воспитательной работе, многие направления деятельности были бы просто невозможны. Обращать внимание на этот вид деятельности. Предоставлять ресурсы, организационные, материальные и так далее. Это первое. Второе, это непосредственно работать с молодежью. И вот я согласен с коллегами из университета, что надо быть близкими к студентам и выбирать те формы, на которые есть отклик работы. Совершенно согласен, что интернет сейчас играет ведущую роль в распространении самых разных видов негативного воздействия на молодежь. И позитивного тоже. Да, и позитивного. И мы должны работать таким образом, чтобы вместе с молодежью, с ее лучшей частью, с ее лучшими представителями работать в тех направлениях, которые бы позволяли нам как раз консолидировать усилия именно позитивно настроенной молодежи на то, чтобы достигать успеха. Хочу сказать, что подавляющее большинство молодежи в нашем ВУЗе, они поддерживают нашу деятельность, поддерживают и активно участвуют в этой деятельности, и предлагают свои формы работы, современные формы работы. И работая по тому или иному направлению, мы поняли, что надо обязательно консолидировать наши усилия и обязательно приглашать и представителей прокуратуры, и представителей духовенства обязательно, и представителей общественных организаций, Комитет по делам молодежи и другие организации. Центральное звено – это контакты с Центром противодействия идеологии терроризма и экстремизма, раз мы в Тадону, федеральные структуры. То есть мы должны видеть свою организацию в облеченной и встроенную в систему воспитательной работы. Нам звонил Сергей Рогозин, он очень важно, нам напомнил про очень важный аспект – это вербовка. Когда сейчас вербуют молодых людей, которые неокрепшие, которые как-то пошатывающие, еще на ногах не стоят, где-то что-то плохо, куда-то, хоп, кажется, толкни, и человек в любую сторону, либо в хорошую, либо в плохую, либо он встанет на службу зла. Ну и здесь я бы сказал, что самое главное, чтобы найти этого человека, должна быть структура, и она у нас в техническом университете точно есть. Это старостат, это кураторы студенческих групп первого курса, которым люди, которых они курируют, доверяют. Доверие – это очень важно. Если человек доверяет, значит, будет возможность найти по определенным, скажем так, по определенным критериям, по определенным индикаторам, найти человека, у которого проблемы, и вовремя ненавязчиво ему об этом сказать, либо вовлечь уже другие структуры вуза, будь то психологическая служба, какие-то силовые даже ведомства иногда, такое бывает, к сожалению. Нет, ну оттуда без этого, к сожалению, никак иногда. Здесь мне что хотелось предложить, учитывая то, что мы сегодня там говорили о геймификации, о каких-то историях, связанных с близостью к молодежному языку, здесь как дополнение, вот конференция – это такая хорошая научно-педагогическая основа. Да, надо, и я думаю, что в дорожной карте мы это предусмотрим совместно, медицинский университет, технический университет, наши все организации, предусмотреть такую серию таких, наверное, практических мастер-классов, воркшопов, я бы их назвал, не с руководителями, которые контролируют нашу работу, да, а именно с теми людьми, кто в поле, кто непосредственно общается с молодыми людьми. Это кураторы, это деканаты, это те, у которых контактная работа со студентами занимает большую часть времени. Вот с ними мы, я думаю, проведем ряд таких практических занятий, и у нас наверняка будет намного больше эффект от всей этой системной работы. Игорь Алексеевич, ваш взгляд какой? Вы знаете, я абсолютно согласен с коллегами, и хочу сказать, что надо использовать разные формы воспитательной работы. Во-первых, это формы работы, которые рассчитаны на какой-то коллектив, на какую-то массу людей, для того, чтобы доводить до них общие требования, демонстрировать фильмы, вести диалог именно в какой-то аудитории. Это может быть целый курс, факультет, группа, но обязательно такая форма работы, как индивидуальная работа, потому что порой кто-либо из студентов, находясь порой в абсолютно ему может быть необычной среде. Он приехал из другого региона, люди другие, огромные нагрузки учебные, он может испытывать стресс. Да, конечно, сейчас в стране не все так хорошо. Межличностные отношения порой не складываются. Люди разных национальностей, разных вероисповеданий, и поэтому этим людям надо помогать, адаптироваться. Потому что выход из стресса может быть самый разнообразный. Какая-то обида, какая-то замкнутая какая-то психологическая установка у него может возникнуть под воздействием интернета и так далее. А выход какой? Мы видели, сколько было случаев? Просто берет ружье и идет? Конечно. И все. В данном случае мы, конечно, должны понимать, что от одиночек мы не застрахованы на 100%, но общая система, которая более предметно работает индивидуально с каждым человеком, она такую вероятность, не говорим, что на 100%, до нуля снизит, но она ее снизит на какое-то определенное количество пунктов точно. Анализируя вот те печальные события, которые были в нашей стране, даже за последний год, иногда думаешь, ну как так получилось, что не хватило одной беседы, не хватило какого-то одного голоса товарища, чтобы Пару вовлечений в мероприятия. Да, каких-то мероприятий, чтобы отвлечь этого человека, вывести этого с порочного круга, каких-то умозаключений, которые только направляли его против общества. Потому что потом, когда этого человека ловят, когда с ним беседуют, он раскаивается и жалеет о том, что произошло. Мы видели пример живой, буквально позавчера. Конечно, да, да. И что же получается? Что упустили конкретный случай. Конкретный случай работы с этим конкретным молодым человеком. Поэтому, например, в медицинском университете и в техническом университете, в других вузах сейчас развита система кураторства, развита система взаимопомощи и поддержки со старостами, с деканатами, через разные системы вовлечения студентов, в какие-то кружки по интересам, творческие кружки, спортивные кружки, волонтерское движение. Вот мы вернулись на ту самую стезю воспитательной работы. Мне бы хотелось, Сергей, ваше какое мнение относительно того, что вы работали с людьми на том этапе, когда уже поздно, называется, близок локоток до него. Ну да, мы, безусловно, здесь уже методики несколько другие, чем мы сейчас с вами рассказываем. Но, как я сказал, в вопросах профилактики есть очень важно то, что мы, безусловно, работали и со старостами высших учебных заведений. Мы видим, что эти люди заинтересованы, это действительно люди такие активные, они хорошо знают свой коллектив. Мне очень понравилось выступление социолога, которая представляла свою программу, которая работала в своей работе, она назвала несколько критериев, по которым мы можем выявить людей, на которых нужно, необходимо обратить внимание. Очень важные критерии, они были выявлены на основе очень большого количества работы, которую они провели. И одна позиция мне запомнилась там, это отсутствие интеллектуальной автономии. Отсутствие интеллектуальной автономии. То есть мы можем работать с человеком, но в конце концов он всё равно встанет один на один между той информацией, которая будет воздействовать на него и им. А что у него внутри там будет? У него внутри должна быть система мировоззрения, вот как нас раньше воспитывали. Система мировоззрения, то есть это система взглядов на мир и общество. У нас раньше называлось это стержень внутри человека. На этом мы сейчас и должны работать. Вот то, что возвращается воспитание в учебные заведения, то, что мы можем создавать группы, системы, которые вот эту систему взглядов на мир и общество будет формировать. И мы же знаем, что, к сожалению, это не только стезя одиночек. Мы знаем, что у нас 2024 год грядёт. Я так полагаю, что мы не доживём до 2024 года с этим мероприятием, именно до этого мероприятия. Скорее всего, это произойдёт раньше. И поэтому мы должны понимать, что на это, для того, чтобы фрагментировать единое общество, и что такое экстремизм? Это наиболее эффективный способ разделить общество, фрагментировать его, а потом стравить эти группы, для того, чтобы внести какое-то такое напряжение в общество. Мы понимаем, что мы должны готовиться к этому. Я вижу, что сейчас у нас разрабатывается система мер, которая позволяет нам объединить людей, понимать, что мы должны быть вместе, мы должны этот период пройти, потому что вкладываются не только идеологические, но и серьёзные, очень материальные средства для того, чтобы это всё произошло. Это та самая ещё информационная война, в которой мы не одерживаем, к сожалению, больших, великих побед. Это тоже нужно всегда принимать во внимание. У нас сейчас создаются механизмы, в том числе как на государственном уровне, так мы и видим, что они снизу, эти механизмы, поддерживаются, формируются. И мы, я сейчас вижу, что мы готовы этому противостоять, и наши люди, которые в этом противостоять. И самая такая уязвимая часть общества, это молодое поколение студентов, да, которые открыты ко всему новому. Мы же видели, как в Москве, Санкт-Петербурге, да, в Белоруссии, как этих людей просто пальцем вот так водят по карте, а они ходят как эти, как... Да, да, да. Это, вы знаете, да, вот сейчас на фоне ковида, когда мы говорим о выработке организма иммунитета, мы здесь должны говорить об общем иммунитете среди молодёжи, к политической манипуляции, которая бедная, голова засоряется с разных сторон. И как здесь выдержать, вот именно если нет вот этого самого стержня? Достоинство и система мировоззрения должно быть воспитано и именно через эти структуры и миры, которые мы с вами должны быть. Разрешите, к началу нашего сегодняшнего разговора. Это противодействие идеологии экстремизма и терроризма. В ВУЗе должна насаждаться, должна с пониманием относиться общественность к тому, что терроризм, экстремизм это абсолютно неприемлемая форма борьбы. То, что с помощью этой формы борьбы наносится только вред обществу. О наличии дискуссионных площадок, возможности высказаться молодёжи, открыто участвовать в легитимных формах каких-то политических противоборств. В дебатах. Дебаты. Это очень важный компонент свободного демократического общества, каким является наша страна. И надо как раз показывать молодёжи, что формы высказывания своего мнения, они строго определённые. Только те формы легитимные, которые законны, которые обществом поддерживаются. Но не экстремизм и терроризм. Понятно. Но в то же время ВУЗ может дать площадку, где можно провести те же самые дебаты, где человек может высказать открыто свою точку зрения. И подискусировать. Вот, пожалуйста, тебе всё дано. Таир Хазрят, ваше отношение к так называемой миссионерской, потому что мы сейчас говорим о вербовке, но существует ещё незаконная миссионерская деятельность. У нас был в городе Твери, в столице Верхневожий пример, когда была предотвращена работа Центра по изучению арабского языка, незаконно, который по-своему человек трактовал тот же самый Коран. И самое удивительное, когда ликвидировали этот центр, оказалось, что преподавал арабский язык человек уже осуждённый за терроризм. Это что это такое? Да? Вот как вы ведёте эту работу? Потому что, ну, тоже риск-то большой. Конечно, конечно. Я бы хотел, во-первых, отметить очень-очень важный шаг то, что наша государственная медакадемия проводит, это знакомство студентов со своими диаспорами. Вот накануне была встреча, значит, узбекской диаспоры со студентами узбеками. Это очень важная вещь. Все диаспоры надо так знакомить. Это со стороны национальности, со стороны религии. Тоже так же. Не надо бояться, что вот имам придёт, чего-то он тут будет говорить этим студентам. Нет. Собрать тех, кто исповедует ислам, собрать с разных стран. Я приду. Желательно это для академии в общежитии. Я могу в общежитии с ними пообщаться. Может быть, это красный уголок. Но там донести тот традиционный ислам. Традиционный ислам именно на основе Корана и Сунны. Я в 2010 году сюда приехал работать в Тверь. Я с 2010 года, я уже обращаюсь в УФМС, я обращаюсь во все структуры и говорю, те, кто приезжают сюда из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья, мигранты, те, которые на работу, вот они с бегунком ходят вот здесь вот, проходят. Да, да, да. Я говорю, включите туда мечеть, чтобы они пришли. Мы им дали все исходные данные. Вот мечеть, та, которая исповедует традиционный ислам, придите, мы вам расскажем, что здесь мечеть, сюда прийти со всеми вашими вопросами, со всеми вашими задачами и так далее. Да, это здравое предложение, конечно. Но говорят, это у нас государственная структура, мы сами не можем самодеятельно заниматься и так далее, и так далее. А вот это необходимо для любого приезжающего познакомить с данной общиной, мусульманской в частности, с тем, чтобы мы могли показать вот эту вот дорогу правильно. А не так, чтобы он приехал, а у него требует вот этот инстинкт поклонения, он требует удовлетворения, и он его ищет где? В интернете. Ищет и попадает. Он же не хочет быть экстремистом, он не хочет быть террористом, когда он заходит в интернет. Он ищет ответы на свои вопросы, но там так выстроена вот эта паутина, вот эти радикализмы, что он постепенно-постепенно попадает в эти лапы. Ловцы, они профессиональные ловцы души? Конечно, конечно. И поэтому мы проводим, мы и личные беседы на нашем уровне, значит, проповеди. Это у нас встречи с молодежью. Проповедуем, но у нас одна площадка. У нас одна площадка, мечеть. Вот на весь город она одна. И та построена до революции. Она функциональна уже, вот мы не можем куда-то пригласить. Конечно, мы когда приглашаем людей, приходите, вот побеседуют. Даже те, которые традиционно исповедующий ислам, ну, не практикующие, не выцеркленные, как говорят, они даже стесняются зайти и говорят, я такой грешник по самые уши. Мне за километр надо обходить мечеть, это священное место. Как я туда пойду сейчас весь такой грешный? И люди вот даже из такого вот состояния, они не идут туда. Где нам проповедовать? Если мы возьмем, как мы говорили о том, что в интернет выложили наши проповеди, вот проповедь на тему актуальную, там, против пьянства, там, против всего того, что там опьяняет разум, выложено две недели назад 160-180 просмотров в ТикТоке. Какая-то собачка там лает так, как будто она разговаривает два миллиона просмотров за эти же две недели. Ой, это, Эль-Хазар, это точно. Вот вы подметили, верно. Почему ты предпочитаешь вот тому, что жизненно важно вот этому? Он говорит, в лучшем случае объясняет, что ну, немножечко развлечься. И вот наша беда в том, что молодежи нужно, необходимо приоритеты, что обязательно, а что поразвлечься. Эти приоритеты должны быть воспитаны в молодежи. И то, что обязательно делать, оно должно быть на первом месте. Да, развлечься надо, но это не должно преувалировать над тем, что обязательно. И вот так, с ног на него поставлено. Да, да, да. Я смогу только как сказать, прокомментировать ваши слова. Конечно, вы правы, но все-таки, наверное, мы говорим о комплексной проблеме. Комплексной. Да. То есть, если мы в университетах, да, начнем, ну, и делаем, что мы делаем, да, выстраиваем какие-то траектории, баланс, развлечься и получить знания, это все, конечно, есть, но это все должно работать вместе. Оно должно это все работать вместе и со средствами массовой информации, и с семьей, и с общественными организациями. Вы понимаете, что если мы можем быть какими угодно классными организаторами воспитательной работы, но если человек пришел в семью, и там ему говорят, что, а, что ты там не смотришь. Причем с пеленок, с пеленок об этом говоришь. Он же впитал. А зачем тебе это все? То, конечно, деформируется тут же, вся наша работа тоже деформируется сразу же. Уважаемые друзья, эфир подходит к концу. Сергей, по-вашему, что вот, чтобы вот этого расшатывания не произошло, что необходимо, ваш совет? Я наполнен оптимизмом, особенно после конференции, после этой беседы. Я вижу, что у людей болит душа по этому вопросу, что они не просто переживают, они на пути, они активно действуют, созидают, они создают программы, они изучают этот вопрос, да они даются практически действенные рекомендации. Есть объединения различные, духовные и светские, и научные, и правоохранительные органы здесь. Я вижу, что здесь консолидация общества произошла. Это, безусловно, дает и будет давать еще положительные результаты. Я думаю, что все будет отлично. Несколько слов, пожалуйста, Игорь Алексеевич. Вот буквально, вот может быть, что ждать после конференции? Я хочу сказать, что нам еще необходимо обязательно поддерживать связи со школами, с теми организациями, которые там направляют. О чем мы и говорили, мы собрались в вузы. И хочу сказать, с теми напомнить те слова, которые произнесла ректор нашего университета в завершении и в начале, и в завершении конференции, которая проводилась, что наш, это Леся Васильевна Чеченовская, что наш университет всегда готов предоставить площадку для работы с молодежью, для консолидации наших усилий, для того, чтобы воспитывать новое поколение ребят, которые строили бы наше общество, и созидали бы добро. Я думаю, что давайте мы на этой позитивной ноте закончим нашу программу. Только началось, это первая конференция, тем более вот по звонку видно, что есть еще кого пригласить, кто может с вами поделиться опытом. Спасибо огромное, удачи вам и будьте здоровы. До свидания. Спасибо. Спасибо вам.